Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лурли Мур и добро пожаловать на спец видео по игре No Man's Sky, где я вам расскажу про 7 способов заработка. И некоторые из них будут довольно легкими и быстрыми, благодаря использованию секретов этой игры. Ну что ж, давайте не будем терять время и начнем наше любопытное и интересное путешествие по экономике No Man's Sky. Ну что ж, первый способ, самый подходящий для новичков, и на самом деле этот способ пугает многих, но на самом деле он очень хороший и удобный, если знать как. Так, долгое время я бился над тем, чтобы такого находить и чтобы продавать, чтобы иметь много-много лимонов. Ну вот первый способ поможет вам заработать около полтора миллиона юнитов игровой валюты, вот этой вот, и при том сразу без смс-регистрации. Для этого мы должны найти вот такую вот заброшенную базу. Такие заброшенные базы мы будем встречать на различных планетах и буквально в самом начальном этапе игры. Что же особенного в этих заброшенных базах? Во-первых, у них часто выбитая дверь. Это сразу видно будет. И они будут помечаться иконкой как заброшенное здание. Плюс мы будем находить рядом с ними вот такие вот отростки с такими вот яйцами, которые называются сейчас шепчущие яйца. Раньше они были названы жужжащими яйцами, но дабы была разница между другими артефактами, другими яйцами, их возможно переименовали. Сейчас они не называются шепчущие яйца, как вы видите. И вот этими вот яйцами окружены обычно эти базы. При том эти заброшенные здания или базы бывают разных форм. То есть, например, это в данном случае оно очень маленькое. И на них, дорогие друзья, внимательно, будьте сейчас внимательными, что на них очень легко вот так вот взлететь. И это неспроста на самом деле. Благодаря этому мы сможем добывать очень ценный ресурс, о котором я сейчас поговорю. Прежде чем начать этот процесс, я сейчас освобожу свой инвентарь, ибо в моем инвентаре достаточно мало места для всех этих операций. Итак. Итак, после того, как мы освободили место, в нашем инвентаре должно быть хотя бы три свободные ячейки, а то и больше. Потому что добывать нам придется достаточно много всего. То есть, в количестве большем. И по этой самой причине желательно иметь пустое место. Вот. Значит, нашли мы такую кладку. Для начала мы должны скрафтить самое простое, что нам доступно в игре. Данное устройство называется усилитель сигнала. Зачем он нам нужен, я не могу вам долго объяснять. Вы сейчас сами все увидите. Мы его ставим приблизительно вот на таком вот расстоянии от этих вот жужжащих яиц. И скакиваем на него. Да, мы стоим буквально на нем. Сейчас я даже сделаю... А, хотя не надо. Думаю, вам понятно, что вскочить на него не составляет никакого труда. В принципе, это реально возможно. Сейчас я перезаряжу свой щит. Иначе мне будет хана. Итак. Заряжаю щит. И все готово. Далее мы начинаем расщеплять эти яйца. И в результате появляются... О боже, о боже, разные страшные твари. В данном моменте мне не очень повезло, потому что в данном яйце, я так подозреваю, не было той начинки, которая нам нужна. Но вот разбираем дальше и... О чудо! Мы находим ядро личин. Но! Зачем я вообще поставил эту антенну? Как мы видим, чисто для того, чтобы на меня не нападали вот эти вот чужие существа. Вот эти вот симпатяшки, которые на меня сейчас смотрят своими пятью глазками. Это спасает меня от этого. То есть я могу бесконечно стоять на этой штуке. И на меня не будут нападать эти твари. И, соответственно, используя этот элемент игры, я спокойно могу брать, как бы, эти яйца. Но нужно быть аккуратными. Во-первых, тут происходят иногда такие моменты, как вот эти вот друзьяшки спихивают вас с этого, скажем... Ну, скажем, с этого... с этой постройки. Но чтобы этого не происходило, нужно быть просто аккуратными и внимательными. Кстати, они спихивают вас не потому, что они, то есть, так, заточены. Нет, это происходит просто потому, что они иногда ходят туды-суды. В ином случае они будут на вас нападать. Так, забрали мы, значит, эти самые яйца. Точнее, давайте посмотрим, как они называются. Они у нас называются ядро личинки. Вот. Вот их мы должны собирать. Собственно говоря, вот мы сделали свое дело, забрали. И не останавливаясь, мы уже можем дальше, как бы, даже находясь на крыше уже, класть их сюда. И, собственно говоря, вот таким вот образом расположили и сразу приземляемся на них. Конечно же, используя ловкость рук. Я надеюсь, вы попадете на эту штуку сразу. И таким вот образом спокойно мы добываем наш ценный ресурс. Тут есть минус в этом, потому что, например, эти самые яйца иногда закатываются в текстуры. Нужно быть аккуратным. То есть, смотреть своевременно на все это. И, внимание, нельзя сразу несколько яиц лопать, потому что, когда вы будете лопать следующее яйцо, предыдущее ядро личинки исчезает. По этой самой причине будьте аккуратными. Оно просто... Надо забрать одно яйцо, потом расщепить следующее. И, кстати, яйцо заходит за текстурой, поэтому иногда не поленитесь мышкой поискать в этом самом, скажем, в этих текстурах ваше ядро. Скажем, яйцо и ядро. Так, очередное. Пробуем следующее. К сожалению, здесь не так много яиц. Хотелось бы, конечно, больше, но их тут не так много. И по этой самой причине я не насобираю. Так уж много. Опа. Я чуть не угодил им в лапы, но, как говорится, мне повезло. Вот таким вот образом безобидно собираем эти яйца. Иногда они закатываются сюда. Не боимся делать так. Хоть нас и могут убить, но надо быть аккуратными. Просто надо подальше ставить. Иногда в яйцах, кстати, не бывает ядра. Такое тоже бывает. Это не глюк. Это просто определенный шанс выпадения. Вот так вот собираем. Смотрим, сколько у нас уже их. Пять штук дает нам 380 тысяч юнитов. И, ну, у нас не так много юнитов. По той самой причине, что у нас, во-первых, теряются некоторые яйца. Надо иметь в виду, что они реально могут быть не в тех количествах, которых надо. Но, тем не менее, это такой неплохой способ зарабатывать. И кладем дальше. И, чтобы не происходило таких моментов, как у меня, вот видите, один из них прошелся и спихнул меня с этого, с постамента. И вот таким вот образом добываем, собственно говоря, наши шары. Сейчас я это сделаю. Опаньки. Голоденько прошло все. Вот видите, в этом ничего не было. Так. Ну-ка, отлично. Все. Вот это мы осушили весьма профессионально и без риска особого. Дальше, дальше. Так. Дальше, по-моему, все. Здесь мы, по-моему, опустошили все. То есть, вот в таком варианте вам не надо ждать, чтобы рой утих, потом заново прибегать, потом по одному таскать. Таким методом вы можете опустошить сразу буквально всю кладку, если так можно назвать. Больше здесь нету ядра. Подождем, чтобы они утихли. В целом, я собрал, на самом деле, не так много. У меня даже до ляма не дотягивает. К сожалению. К сожалению, это вызвано тем, что мне попалась маленькая база. Но поверьте, сумма где-то в 600-700 тысяч уже неплохо. На дальнейшем вы можете найти базы с большим количеством яиц. Они вам будут попадаться периодически. Поэтому это один из способов фарма. То есть, это первый способ фарма. Первый такой легкий способ фарма, потому что он не требует практически особо никаких затрат. Вот, все. Рой утих. Можем сейчас посмотреть, туда-сюда и побегать. И увидеть, и убедиться, что мы собрали, в принципе, все. И все. То есть, такой легенький способ. Давайте поговорим про второй способ, который, в принципе, тоже очень хорош. Но для этого нам понадобится другая планета. Обычно такие планеты бывают с хорошим биомом. Сейчас мы на нее полетим. Итак, дорогие друзья. Я прибыл на планету, которая является особенной. Особенность ее заключается в том, что если мы заглянем в наш визор посредством клавиши F, мы обнаружим тут, что слева написано стражи угрожающие. То есть, стражи могут быть либо злые, либо очень вредные. Короче, там может стоять разный статус, который не видит ничем дружественным. И стражи это вот такие дроны, которые летают и все время отстреливают нас за какие-то правонарушения или попытку добычи каких-то ресурсов или убийства животных и многого другого. Но прикол состоит в том, что эти самые стражи, они на этих планетах особо злые. И они будут в вас стрелять, как только вас просканируют. То есть, не увидят, нет. Они вот, например, сейчас они за мной не полетят, но если они вас именно настигнут, подойдут поближе, очень близко, они начнут сканировать и затем стрелять. Обычно, почему они такие злые, этому есть объяснение. Притом, на этих планетах очень часто нет вредных факторов. То есть, как видите, я тут стою, тут нет радиационного излучения, то есть, тут нет кислотной атмосферы или здесь нету... То есть, здесь не слишком горячо и не слишком холодно, здесь достаточно хорошо и все, и мирно. И вот на таких планетах очень часто бывает особый вид артефактов. Дорогие друзья, это... Если мы заглянем в визор, мы можем найти... Что-то сканируется, даже не знаю, что. Да, мы можем заглянуть и увидеть вот такие вот гравинные шары. То есть, вот, они буквально отмечаются желтеньким, таким, с двумя полосочками. Что это за полосочки, я чуть попозже расскажу. Когда мы подходим к гравинным шарам, издалека они смотрятся как серые шары. Но если мы к ним подходим, они начинают светиться. И что в этом особенного? Особенное то, что это сделано так, чтобы мы их могли заметить, и в них есть особая ценность. Особая ценность заключается как раз-таки в том, что их, они стоят недешево. Их надо собирать. И, внимание, делать это очень оперативно, потому что как только вы заберете один шар, у вас появятся три звездочки нарушения. Как в GTA, короче. Когда вы творите какую-то фигню там, и за вами полицаи гонятся. Вот тут все очень похоже. Итак, как мы можем это все провернуть? Мы подходим к ним, быстро их собираем. Притом быстро-быстро, насколько это возможно. И драпаем. Притом драпаем как можно быстрее. Это весело. И плюс еще в визор смотрим. О, блин, прибежал. Сейчас будет меня сканировать. О, боже. Притом еще и собака прискакала. А вот здесь у нас начинается буквально челлендж такой. Беги, кради и беги. Если вы любите красть, то это для вас. У меня, к сожалению, инвентарь полный. И я не могу дальше все это брать. Но можно, в принципе, по кругу. То есть бегать от шаров к шарам. То есть вот они, например, здесь. Их полно обычно бывает. Набираем, наверное, штук, там, не знаю, 20-30 шаров. Сколько вы захотите набрать. Седаем в корабль. Седаем в корабль и улетаем. Весь прикол в том, что стражи не смогут вас довольно сильно лупить. Долго лупить. Они, точнее, могут это сделать. Но они не наносят особого вреда. За исключением этих собак. То есть вот этих, которые лазерами стреляют. Вот от них надо драпать серьезно. И, кроме того, я не советую вам взлетать очень быстро с атмосферы. Потому что, если вы взлетите, пока у вас есть нарушение, а за вами пустятся, скажем, стражи, которые охраняют космос. Так, к вами прилетят корабли и будут вас мучить. Так что, учитывая это все, вот ждем, как я только что подождал. Чтобы не было палева. Чтобы они успокоились, стражи. Потом вылетаем в открытый космос. Теперь мы полетим к станции. И продадим наши... Посмотрим, сколько стоят наши гравинные шары. Так, гравинные шары. Пять штук я собрал. Пять штук, к сожалению, стоят 62 тысячи юнитов. То есть это эффективный способ. Если у вас много свободного места, много свободного времени, вы можете бегать и много-много этих гравинных шаров собирать, а потом драпать и их продавать. Также, как мы видим, пять штук ядра личинки стоят целых 308 тысяч. А здесь всего лишь пять штук стоят как один гравинный шар. Ну, соответственно, находить заброшенные базы – это более интересный способ фарма, чем искать именно гравинные шары. Именно вот эти ядра личинок – более респектостные, респектабельные способы фарма на ранних стадиях игры. Сейчас мы поговорим о третьем способе, и я думаю, что он такой же интересный. Но вот именно эти два способа, они лучше всего подходят для ранних стадий игры, когда у вас ничего нет, но есть возможность, то есть хотя бы несколько миллионов могут поправить ваше финансовое состояние. Переходим к следующему способу фарма. Итак, дорогие друзья, мы прибыли на станцию, в принципе. Это гайд на ходу, да, гайд на ходу, потому что каждый последующий способ заработки у меня так получилось, что соответствует пути, которые я проделываю. Итак, добираемся до терминала галактической торговли, продаем это все, добро наше, которое мы только что нафармили. Например, гравинные шары дают нам 62, ядро личинки дает нам полмиллиона, вот, и в принципе окей, норм. Но следующее, следующее у нас что? Следующий способ у нас сканирование. Думаю, вы замечали, когда прибываете на какую-то новую планету, то есть новую местность, что у вас через визор есть возможность что-то сканировать, какое-нибудь растение или что-то. И когда мы сканируем, мы получаем за это очень скромную сумму, там, сколько-то там, максимум 1000 юнитов или что-то еще. Короче, это не очень гуд, но это дело можно исправить, и на самом деле очень классно так фармить. Для этого надо зайти на станцию, подойти к продавцу технологии, то есть именно тот чувак, который стоит рядом с мультитулом. То есть это именно красный такой магазинчик. В нем продаются интересные запчасти для улучшения вашего мультитула. Сейчас посмотрим. Начинаем с ним говорить. Такое существо с клювом, который нас обнюхивает. Мы идем не в первую опцию, а во вторую опцию. Купить модули улучшения. Тут нам предстоит вот такие странные модули, которые похожи на автомобильные свечи, возможно на что-то другое. И ищем именно оранжевые модули. В данном случае у данного продавца у нас нет оранжевого модуля, который нам нужен. Нам нужен конкретно модуль сканера. То есть он буквально называется модуль сканера, но нам нужен именно оранжевый. Почему? Потому что оранжевый является самым лучшим классом. Например, данный класс является классом S. То есть S это самое лучшее. То есть оранжевый в этой игре самое лучшее. Синий это B, красный это A. Кстати, класс A не самый лучший, как ни странно. Почему-то самый лучший это S. В данном случае тут модуль импульсного скорострела. Но импульсный скорострел нам не особо нужен. Нас интересует только сканер. К огромному счастью, у меня в моем мультитуле уже установлены эти самые сканеры. У нас тут есть целых три сканера. Он прямо так может по-разному называться, кстати говоря. Но до установки он напоминает эти самые свечи. Мы его покупаем, кладем в основной наш костюм. То есть затем нажимаем клавишу E и перетаскиваем его на мультитул. Перетаскиваем и устанавливаем в любую свободную ячейку. Кстати говоря, не в любую. Я об этом очень сильно хотел бы упомянуть. Дело в том, что тут происходит такой интересный момент. Я думал очень долго, что если мы будем устанавливать эти технологии, где попало, происходит не совсем бонусное складывание их возможностей. Вот мы установили один из модулей. Кстати, посмотрите, как он увеличивает характеристики вашего, скажем, сканера, вашего мультитула. Посмотрите, радиус сканирования плюс 32%. Вознаграждение за сканирование фауны 7071% и за флоры 7292%. То есть вот эта штука усиливает доход, также получаемый от сканирования. Что очень важно, что, собственно говоря, нам и нужно. Если мы побольше таких высококлассных сканеров поставим, но, внимание, они должны находиться друг рядом с другом. Видите, они горят белым, если они находятся друг рядом с другом. Если они располагаются где-то через какой-то другой усилитель, то они уже белым не горят. Я подозреваю, что они в этом случае немножко теряют от способности увеличивать бонус на ваши возможности сканирования и так далее. Поэтому, например, мне надо этот боевой прицел убрать, разобрать вот эту штуку и уже купить заново новый, скажем, модуль и установить его сюда. Поэтому имейте в виду, что такие вещи могут произойти. Об этом вам, кстати говоря, никто не скажет. Ни в одном обзоре я этого еще не видел. И когда, в общем, мы установим три таких улучшения для нашего сканера, будет происходить следующее. Сейчас мы отправимся на какую-нибудь новую планету и будем сканировать. И я вам реально покажу, что вы поднимете около... Вы можете поднять до миллиона, а то и больше юнитов, попав на планету, где очень много растительности и очень много разных зверушек. Итак, дорогие друзья, я прибыл со станции конкретно на Луну, на которой я не был. Луну одной большой, большой планеты, которая у нас сейчас сверху чуть не сварится. И мы можем посмотреть, допустим, на растение через визор и отсканировать его. И внимание, сколько мы получаем? 67 тысяч. То есть в обычном сканировании мы получали бы гораздо меньше, то есть несколько раз. И, соответственно, если мы будем сканировать всю флору, то есть тут очень много видов растений, например, еще 67 тысяч, с двух растений уже мы забираем так смело стойник. То есть это даже круче, чем воровать гравинные шары. В этом есть свой определенный плюс. Конечно, немножко выматывает бегать по разным планетам и искать все. И это при том только флора, дорогие друзья. Вот я сейчас всего 4 растения отсканировал, и у меня уже свыше 2000 есть. Кстати говоря, я досканировал его? Да, я его досканировал. Так как на растении бывает, бывают, точнее, планеты с огромным количеством растительности или фауны, то это довольно выгодно. Надо найти какую-нибудь животинку. Я очень надеюсь, что здесь все-таки животинки водятся. И с них тоже можно... С них, кстати, получается гораздо больше при сканировании, конкретно больше юнитов. Я пока не нашел живых существ, то есть именно конкретно животных, но иногда на некоторых планетах бывает много, и вам может принести сканирование особых видов, внимание, до 300 тысяч юнитов. То есть вы можете попасть на планету, где очень-очень много животных, и вы будете получать с одного животного, там, начиная со 170 тысяч, и заканчивая 300 тысяч. То есть реально можно поднять миллион на какой-то планете. Кстати, не забываем сканировать вот такие вот растения, которые нас бьют больно. Не забываем сканировать также вот эти вот, скажем, вот эти вот растения, с которых можно срывать кислород, натрий, диоксид. В общем, не забываем это все сканировать, потому что они тоже являются... Притом на каждой планете, хоть они и похожи, но по сути являются разными растениями, и с них тоже вы будете получать денежку. Таким образом, можно незаметно так для себя собрать там несколько миллионов дополнительных, пока вы будете путешествовать по планете. Поэтому это первое, что нужно сделать, когда вы более или менее обзаведетесь деньгами. О, вот у нас есть здесь летающие птички. Про летающих летунов не забываем. Их тоже нужно сканировать, так как они являются типа отдельными животными. И внимание, сколько нам дали? 177 тысяч за открытие. Притом вот, например, этот вид совсем другой. Вид летунов. Давайте мы их тоже отсканируем. Давай сканируйся. Хорошо, что они летают по кругу и медленно. Бывают очень шустрые. За этих нам дали поменьше. К сожалению. Ну, что поделать. Здесь в основном летуны на этой планете, и поэтому надо быть аккуратными. По поводу модулей, кстати говоря, С-класса. Не на каждой станции они бывают, и поэтому при путешествии по разным звездным системам, первое, что вам надо будет делать, это заглядывать на космические станции, бегать к продавцу мультитула и смотреть, есть ли у него тот самый модуль сканер. Конкретно модуль сканера. После того, как вы усовершенствуете модуль сканера, вы можете также усовершенствовать уже модуль расщепителя. Вот он здесь стоит. У меня вот три расщепителя друг рядом с дружкой стоят, и все они эффективные. Так как они близко занимаются соседние клетки, и у меня довольно быстрая скорость добычи, плюс мультитул практически не нагревается. То есть я могу бесконечно долго добывать сложные ресурсы и все такое. Переходим к следующему способу заработка. Это уже идут более-менее такие серьезные способы заработка. И сейчас мы поговорим о них подробно. Итак, дорогие друзья, следующий метод заработка, казалось бы, не особый метод заработка, но почему бы нет, почему бы не считать его заработком. Это относится, этот метод, точнее, понравится тем, кто особо любит искать сокровища, так как в этой игре это делать тоже можно, оказывается. Этот метод довольно простой. Вам снова понадобится усилитель сигнала. Усилитель сигнала такой вот помощничек наш. И в ходе путешествия вы будете добывать, хотите вы этого или нет, вам будут доставаться вот такие вот навигационные данные, такие карточки, которые вам будут помогать искать разные здания. Мы заходим, значит, поставили наш усилитель сигнала, заходим в его меню, и у нас открывается такое меню. Мы берем второе, вторую опцию, вот данных, именно навигационные данные, как раз те самые карточки, которые нам попадутся, и нажимаем на самую последнюю опцию, сканирование в поисках артефактов. Это самое, скажем, действие приведет нас к тому, что мы сможем найти, то есть у нас появится вот такой вот значок, как видите, древняя табличка. То есть тут даже написан тип артефакта, который мы можем найти. Далее забираем наш усилитель, то есть частот, и садимся в нашу машину. Взлетаем и следуем к месту артефакта. Практически на любой планете вы можете найти какие-нибудь артефакты. К моему счастью, это очень близко оказалось сейчас. Я даже не нажимая на паузу, приблизился сюда. Итак, мы попадаем вот в такое вот интересное место. Обычно попадаем к монолиту. И что нужно делать, чтобы нам монолит дал какой-нибудь дорогой артефакт? Подходим, соответственно, надо с ним поговорить. Древний мемориал гудит на особой частоте, проникая в мое сознание и так далее, там подобно. Мы можем нажать найти древнее знание. Кстати говоря, если вы попросите помощи с языком, он вас научит одному или двум словам. Если, конечно, скорее всего, одному всего лишь. Поэтому нажимаем найти древнее знание. И вот данный монолит нам уже конкретно покажет, а вот он показал, где находятся руины, где мы можем найти данный артефакт. И сейчас как раз таки мы к нему направимся. Я надеюсь, что этот путь займет не так долго времени, не так много. Итак, мы полетим, посмотрим, сколько? 40 секунд всего лишь. Но, тем не менее, я нажму на паузу записи, чтобы не отнимать ваше время. Итак, мы прибыли к месту назначения. Сходим. Как правило, написано место назначения достигнуто. Очень часто те самые развалины, они наполовину вмурованы в землю. И, пожалуй, нам понадобится такой уже модуль, как ландшафтный, как он называется, ландшафтный манипулятор. Да. Почему он нам нужен? Потому что нам придется копать. Я думаю, к этому этапу игры, после первых двух моих способов заработка, после трех, у вас уже точно появится данный, данный модуль, который вы установите к себе на мультитул. Он довольно рано появляется, кстати говоря. Вот, ландшафтный манипулятор. Благодаря ему можно копать. Теперь не будем просто копать. Мы, у нас тут хитрый такой ребус, как во всех таких случаях. Нам нужно найти подземные фрагменты артефактов. Они лежат обычно под землей. Давайте отметим один и попробуем его скопать. Спахать или скопать. Так. Ну что ж, вот скопали так. И открываем данные хранилища. И мы тут находим один древний ключ. Делаем это то же самое три раза. С разными, скажем, артефактами. Давайте мы отметим этот. Этот находится тоже не так далеко. Они обычно находятся в одном регионе. Так. Ну вот мы скопали еще один древний ключ. И нам нужен третий ключ. Я очень надеюсь, что третий мы тоже найдем. Да, вот он близко. Давайте его отметим. Пробежимся. У нас значение достигнуто. Классно. Вот. И мы, грубо говоря, достигли места незначения. Вот третий ключ. У нас есть три ключа. Для того, чтобы открыть саму находку, зачем я все это делаю, кстати, потому что для того, чтобы найти саму находку, нам потребуется как раз таки три ключа. Сама находка, она выглядит вот так. В форме сундучка. Видите, большой ящик артефактов. Сейчас нам нужно будет прокопаться до него. И нас могут встречать вот такие вот заградительные какие-то постройки, но в конце концов мы добираемся до ящика артефактов. И открываем его. И что происходит? Вуаля! Три модуля, которые надо, три замка, точнее, которые надо открыть теми самыми ключами. Нажимаем на них и чпоник, чпоник, открывается все. Отлично. У нас есть уже в руках такой артефакт, который называется щелочной клубни. Ужас. Это какой-то артефакт, который мы можем продать. К огромному сожалению, мне попался сейчас артефакт, который стоит недорого. 191 тысяча юнитов. И что с ним можно сделать? Его можно, к сожалению, только продать. То есть вы можете найти какие-то саженцы, орехосливы всякие, можете найти таблички с разными скажем вещами, с разными стихами и так далее. Но они все годятся для продажи. Насколько я знаю, даже на англоязычном форуме писалось, что их можно продать и с ними, к сожалению, ничего делать нельзя. И к огромному сожалению, мне попался артефакт недорогой. Но бывают артефакты, которые стоят и миллион. То есть миллион и полтора миллиона. Поэтому поиски сокровища это всегда непредсказуемая вещь, которая может вам дать много, может и немного, может даже вам дать гораздо меньше, чем вы на это рассчитывали. Ну и всегда, как водится в этих местах, бывают гравинные шары. То есть именно в месте раскупок, сейчас я вам даже это покажу. Вот как вы видите, уже засветился один тут. Мы его можем взять и конечно же мы опять тут нарушителями являемся. И сматывать удочки. Взяли вот кстати этот вообще под землей. По этой самой причине не будем его сейчас брать или копать. Я думаю суть понятна, что вот таким вот образом можно находить артефакты иногда дорогие. и в принципе это не проблема, это довольно легко. Такие вот дела. Теперь поговорим о следующем способе добычи юнитов и фарме. Итак, дорогие друзья, переходим к следующему способу фарма. Довольно интересный способ фармить и он у вас появится тогда, когда у вас уже появится база. А база она рано или поздно у вас появится, хотя может быть вы не любитель базостроения, и тем не менее этот способ нельзя оставить, его тоже надо рассмотреть. Этот способ называется фермерский. Притом он совершенно гуманный, он не требует никаких жертв, и кроме того, с помощью него можно серьезно и неплохо так обогатиться, так как мы получаем доступ к растениям, которые дарят нам не просто какие-то ресурсы, но есть особые растения, которые дают нам внимание, что барабанная дробь, гравинные шары. Да и не только, тут есть несколько типов растений, которые могут вам дать полезные, скажем так, ценные ресурсы. Например, это как раз таки гравинный шар, давайте посмотрим, что у нас есть еще. Так, у нас есть такие растения, как например, сфера белкового жемчуга. Белковый жемчуг, он не такой дорогой, как гравинный шар, но он идет чуть по своей стоимости чуть меньше. Дальше, дальше у нас должен был идти ядовитый еж. То есть это растение, которое позволяет нам собрать ядовитый еж. Это тоже один из видов запретных ресурсов, которые могут расти на планете и при их сборе вас будут атаковать стражи. Но если вы смогли пройти все миссии фермера, вы получите возможность сделать такие грядки и выращивать на них ценные и довольные ресурсы. И в принципе вы можете построить их огромное количество и за раз продавать просто бешеное количество и получать огромное количество денег. То есть мне кажется это один из самых перспективных способов фарма вообще. Но этот фарм подходит уже как раз таки для тех, кто любит строить базы. Базы притом можно вот то есть такие грядки можно строить как на ваших грузовых торговых суднах. То есть там тоже можно делать такие большие рейнджереи. Но я бы рекомендовал это делать на планете, потому что вы можете построить тут неограниченно большую базу и в нем будет огромное количество вот таких фермерских угодий, с которых вы можете собирать вот такие гравинные шары. Сейчас я соберу и поставлю это все сюда. Я принципиально то есть не делал много скажем этих растений. На самом деле их можно собирать прям пачками очень много. Кроме того, кроме всего этого вы получаете такой бонус, как можете допустим дома у себя выращивать, точнее на базе дома, выращивать у себя различные виды растений, которые растут на планетах в принципе с очень агрессивным биомом и все у вас под рукой. То есть для какого-то задания вам нужно будет допустим эхинокактус, звездный допустим лук и так далее. Например, вот этот звездный лук, который звездянкой называется звезденика, и звездный лук и эхинокактус или же гамма-трава я уже не помню. Вам понадобится для некоторых специфических миссий и вам придется летать по этим планетам добывать это все. Но тут уже у вас все это есть. И кстати, тут обретается возможность посадить такое редкое растение как мордитовый корень, и вместо того, чтобы убивать зверушек, у вас будет возможность выращивать такой вот мордитовый корень, который вам даст мордит. То есть реально дает мордит по 25 штук, но разные растения дают в разных количествах, конечно. По растениям я сделаю наверное отдельный гайп, и все будет за ними замечательно. Вы их можете собирать вот такие контейнеры, когда растений станет очень много, а их поверьте, то есть вы насобираете достаточно много и у вас будут уже лишние растения. В этом случае что можно с этим всем сделать? А все очень просто. Допустим, вот у меня уже нет места для морозного кристалла, собираю этот морозный кристалл и кладу его скажем в очиститель, притом в любой. У меня уже есть большой, я просто кладу в него. И внимание, для бонуса, что я получаю морозный кристалл. То есть прошу прощения, не морозный кристалл, а углерод. Любое растение дает двухкратный углерод. Да, то есть вы можете двухкратно нафармить себе как можно больше углерода, а углерода много не бывает. Он используется везде и при всем. Поэтому вот такой вот интересный способ фарма у нас еще есть. Остается еще несколько способов фарма. И кстати, по поводу способа фарма благодаря сканеру, я скажу, что я забыл упомянуть одну вещь. что для того, чтобы добывать при помощи сканера, точнее покупать модули те самые, которые похожи на свечи зажигания с оранжевой эмблемой, вам понадобятся наниты. Наниты тоже добываются благодаря сканированию каких-либо растений, но не просто сканированию. Вам нужно будет их заносить в открытиях. Вот допустим, я какую-то планету открыл, открыл там животных, но этого мало. Я должен нажать либо здесь и либо вот здесь. Загрузить всю фаум, чтобы по отдельности каждое не загружать. И если вы будете завершать определенное задание, вы будете получать сразу по 250 нанитов, как здесь написано. Я, например, набрал 1087 нанитов, и уже на них вы сможете покупать эти самые крутые модули. Перейдем к следующему интересному способу заработка. И я даже не буду переключаться никуда, потому что следующий способ заработка здесь очень-очень даже неплохой такой. Для этого не надо быть грамотеем. По мере путешествия вы будете натыкаться на какие-нибудь рецепты. Рецепты они их можно посмотреть буквально тоже в этом меню в путеводителе в разделе произведенные товары. Вот такие вот у нас есть различные элементы. То есть, например, геракс, лемий, магна золото и так далее и тому подобное. Притом, вот эти вот, как вы видите, все эти виды у нас они собираются из более простейших. Например, грязную бронзу, как здесь написано, можно произвести из чистого феррита и перрита. То есть, вы получаете грязную бронзу и можете ее продавать. То есть, в принципе, можно в таком случае. Но можно еще немного подождать и, например, сделать более дорогие элементы. Например, геодезит. Вы можете сделать его из геракса и грязной бронзы, если оно у вас есть. И это круто, потому что это добавляет вам возможность создавать более дорогие элементы. Например, можно сделать обогащенный углерод, то есть, термический конденсат и так далее. Можно вообще платы делать и продавать. Для того, чтобы делать платы, кстати говоря, вам понадобится уже ферма, про которую я рассказал более-менее, потому что вам придется делать поливолокно. Мякоть кактуса и звездный лук участвуют в его крафте. И у нас тут есть такое устройство, которое называется тепловой конденсатор. Я надеюсь, я его сейчас найду и смогу вам показать. Где же он тут был? К сожалению, я, по-моему, его сейчас вам не покажу, но в ходе задания вы обязательно его встретите. Вот он нашелся. Он производится из салания и морозных кристаллов. То есть вам достаточно иметь растение, чтобы делать вот такую вот штуку, которая стоит очень дорого, ребята. Плату можно продавать в больших количествах и с него вы будете иметь реально миллионы. То есть вот эта штука она стоит очень дорого. Поэтому как бы благодаря растениям можно, в принципе, так неплохо зарабатывать. Но данный вид заработка не относится только к растению. Вы можете сделать термический конденсат, полупроводник, органический катализатор. Кстати говоря, 5 штук органического катализатора дают миллион шестьсот юнитов. Да, то есть можно реально сделать продукты, которые очень дорого можно продавать. Поэтому этот способ заработка никто не отменял. Он тоже замечательный и прекрасный и совместно с фермой даст вам огромный прирост. можно делать в большом количестве все это и зарабатывать огромное количество ресурсов. Перейдем к следующему виду заработка. Да-да, мы еще не закончили. Здесь есть еще несколько способов заработать. итак, мы поговорим про следующий способ заработка. Я забыл добавить к предыдущему способу заработка, друзья, что рецепты, вы, рецепты, допустим, крафта более сложных и дорогих веществ, которые можно будет продавать, вы будете находить в заводах. То есть вы получаете, допустим, сигнал бедствия и сигналы бедствия, кстати, можно также находить через усилитель сигнала, который мы использовали в предыдущих способах. То есть там просто вместо поиска артефактов выбираете поиск аварийного сигнала. И тогда вы можете запросто найти завод или, кстати говоря, потерпевший крушение какой-нибудь корабль. Неплохие такие способы. Ну а сейчас перейдем к седьмому заключительному способу фарма. Он немножко сомнительный, дорогие друзья, но в нем что-то есть интересное. Вы, наверное, видели, когда пролетали куда-нибудь вот такие большие корабли грузовые и их окружает множество малых кораблей, которые называются фрегатами. В ходе игры у вас будет возможность приобрести такой грузовой корабль, либо же, либо внимание получить его на халяву, спасая его от каких-либо пиратов. То есть пираты нападают на вас, вы атакуете пиратов, убиваете их, затем вас командир к себе зовет, вы заходите к нему на рандеву, на огонек, и он говорит, я устал от этих обязанностей, короче, спасибо, что спас мой корабль, я дарю его тебе, короче, все, корабль твой, забирай его с потрохами, вот тебе команда, вот тебе мои тапочки, халат, короче, забирай все это, и это все будет твоим. И у нас изначально дается один фрегат, может будет даваться два, но вот эти два фрегата, это самое, одно из самых важных, что у нас будет, потому что эти фрегаты позволят нам зарабатывать. Ну, для начала, конечно же, заработок будет небольшой, но потом по мере того, как вы будете прокачивать и покупать, кстати, вот эти фрегаты тоже можно покупать, их можно покупать очень просто, они стоят, кстати говоря, не так дорого, миллион, два миллиона, конечно, лучшие фрегаты стоят очень дорого, там где-то 10-11 миллионов, фрегаты тоже бывают, кстати говоря, А, Б, С, и С-класса, самый лучший С-класс, если есть возможность покупать фрегаты С-класса, то покупайте, при том, фрегаты бывают разные, давайте залетим в мой грузовой корабль и посмотрим, каких типов бывают фрегаты, поговорим о них более поподробнее, Сам же грузовой корабль полезен тем, что он является как бы мини-переносной базой, в нем вы можете хранить свои корабли, которые вы нашли, да, вы можете теперь иметь несколько кораблей, в данном обновлении, скажем, в обновлении Next, нашей любимой игры No Man's Sky, сейчас я пройду в мостик капитана, занимает некоторое время, которое меня все время бесит, итак, я добрался до своего мостика, здесь даже очиститель стоит, в этом мостике как раз таки можно рассмотреть наши фрегаты, это можно сделать так, управление флотом, заходим сюда, и становится видно, сколько фрегатов у меня есть, при том, каждый раз, наводя на какой-либо фрегат, он тут загорается слева, то есть, где он стоит относительно корабля, о фрегатах, теперь есть несколько видов фрегатов, есть фрегаты исследовательские, боевые, торговые, промышленные, по-моему, все, то есть, я больше других видов не встречал, по-моему, четыре вида, и нам нужно будет копить именно торговые, ребята, торговые корабли, торговые фрегаты, они очень хороши для торговых миссий, на которых вы можете заработать, при том, мало зарабатывать, поначалу вы будете зарабатывать мало, наверное, где-то даже сто тысяч юнитов от отправки, то есть, таких кораблей, но со временем ваши корабли прокачиваются, то есть, чем больше успешных встреч они проводят, как они здесь называются, успешных завершений миссии, тем, соответственно, они прокачивают свой класс, то есть, например, здесь есть у меня исследовательский класс корабля С, вот торговый корабль, он только получил статус Б, а боевой получил статус А, и это зависит от миссии, которые, то есть, количество миссий, в которых они вышли успешными, такими красавчиками, также у меня есть множество кораблей класса С, они тоже прокачиваются, пока я их отправляю на эти самые миссии, но это еще не все, так как торговля у нас непростая, непростая миссия, это вообще непростая процедура, так как во время миссии на наши корабли могут нападать огромное количество пиратов, они могут просто умереть, не знаю, столкнуться с разными существами, и у них много приключений может быть, всегда с торговыми кораблями желательно отправлять боевые корабли, которые будут их защищать от пиратов, от чего-либо еще, достаточно в связке, допустим, с четырьмя торговыми кораблями отправить один боевой, можно для разнообразия отправить исследовательский, я просто его купил для того, чтобы он у меня был, ну, как бы, в качестве одного корабля класса С, и это прикольно, потому что исследовательские корабли могут нам приносить много разной информации, они более универсальны, кстати говоря, промышленные корабли могут приносить нам редкие ресурсы, если они прокачанные, хорошие, потом, там, боевые могут отправляться на какие-то боевые миссии, тоже что-то захватывать, то есть, в них есть огромный плюс, на самом деле, это, не стоит про них забывать, если вам нравится подобное видео, я отдельно сделаю целый гайд, по поводу, то есть, гайд, связанный с этими, вот, вообще, с корабельными делами, если вам нравится, то ставьте плюсики, ну, а теперь конкретно поговорим про торговые корабли, допустим, мы у нас, мы понакупили себе торговых кораблей, этого, конечно, мало, мы, соответственно, должны отправить их на миссию, а чтобы отправлять их на миссию, нам нужна такая штука, как топливо, фрегат, сразу фармите 200-тонную, то есть, 200-тонную модель, чуть не сказал, в количестве 200-тон фармите, как можно побольше нафармите, а для этого вам потребуется дигидроген, его можно купить на разных пазах, их вообще можно покупать где угодно, или же самому добывать дигидроген, или покупать, скажем, в торговой сети гель, сейчас я вам даже покажу, как он называется, так, у меня в Грузии было, а нет, в Грузии нет, короче говоря, это такая субстанция, которую можно даже скрафтить самому, сейчас, вот, дигидрогенный гель, легче купить его, и потом его уже в очистителе, вот таком вот, из него сделать гель, дигидроген, вот такой вот дигидроген, и уже из него крафтить эти самые топливо для фрегата, в принципе, достаточно один раз, то есть, много наделать этого топлива, кстати говоря, его также можно продавать, если вы сделаете достаточно много, то вы можете продавать в большом количестве, получать с этого деньги, это тоже, кстати говоря, один из видов заработка, который уходит сюда, но не будем отвлекаться, делаем много топлива фрегата, потом подходим к нашему навигатору, соответственно, у вас должна быть комната для управления фрегатами, сейчас вот мы на это тоже посмотрим, и вот у нас есть, кстати говоря, неплохие такие миссии, при том, чем больше вы будете отправлять на миссии, тем больше будет увеличиваться сложность миссии, соответственно, увеличивается ваш доход, от этого всего, выбираем наш боевой фрегат, он уже сразу приписан к этой миссии, потом выбираем все торговые наши корабли, которые только у нас есть, можем также выбрать одно промышленное, то есть судно, и все будет замечательно, и так, дорогие друзья, мне не хватило топлива для фрегата, вот поэтому как раз таки я сейчас зашел сюда, чтобы его сделать, и у меня почему-то вылетела игра, но не суть важна, сейчас мы все-таки отправим ту самую экспедицию, и так, подключаемся к экспедиции, кстати, две, тут второй уровень сложности, то есть денег вам, нам, точнее, это принесет, к сожалению, пока не так много, выбираем боевой корабль и несколько самых, тех самых торговых кораблей, про которые я уже сказал, плюс промышленные, просто потому, что у меня больше нет торговых, и у меня теперь есть достаточно топлива, и отправляю их в путь-дорогу, собственно говоря, все, наши фрегаты улетели, теперь достаточно посмотреть в этой самой комнатке, которую, кстати говоря, нужно будет построить, по квесту, после получения грузового корабля, вы сможете построить такую комнату, и чтобы отправить еще одну экспедицию, вам нужно будет построить еще одну комнату, то есть, сколько экспедиций возможно отправить, если я не ошибаюсь, по-моему, пять, может и больше, но тем больше комнат вам и понадобится, такие вот дела, тут также будут отображаться ваши корабли, которые вы отправили, но и все их статусы будут выходить, и они будут отчитываться, сейчас я нажму поговорить с командиром, пока он всего лишь говорит об, скажем, статусе, и тут можно увидеть рейтинг флота, который будет постепенно расти с вашими как бы миссиями и так далее, это интересная довольно штука, так что вот этот способ заработка тоже может быть интересным, он, конечно, не гарантирует вам огромных миллионов, но тем не менее, это тоже самое, тоже хороший способ, ну, на этом я хотел бы закругляться, но прежде я хотел бы сказать, что это не последнее видео про фарм юнитов в No Man's Sky, будет еще два видео, я надеюсь, где я затрону экономическую систему этой игры, то есть как зарабатывать на барыжничестве, то есть покупать модули и компоненты в одной системе, продавать ее в другой системе, так можно делать, допустим, 2 миллиона зарабатывать за один проход такой, то есть телепортнул, купил, допустим, штучки-дрючки, потом телепортнулся в другую систему, где на них спрос большой, продал их, получил там свои 2 ляма и так далее, этот способ хороший, но не подходит на начальных стадиях игры вообще, потому что для того, чтобы заниматься такими покупками и продажами, вам потребуется огромный инвентарь, то есть вам потребуется много ячеек, где-то 40 с чем-то ячеек, то есть даже у меня этих ячеек нету, игру за столько не открыто, я бы вам реально показал бы все, но я не могу этого сделать, потому что у меня пока нету столько ячеек, то есть это не на начальных стадиях игры, мне больше превалирует создавать сложные механизмы, благодаря тем ресурсам, которые у меня растут на базе, и продавать их, вот это уже как бы полный класс, потому что там реально в какой бы системе вы их не продали, будет меньше беготни, меньше этих телепортаций, но об этом мы уже будем говорить в третьем видео, хоть я и показал в этом видео кратко, как можно это все сделать, но тем не менее для этого материал для следующего большого видео, и еще я хотел бы вам показать такой бонус, то есть это бонус в конце данного видео, что если мы будем залетать на те самые фрегаты, сейчас я вот залечу на одного из них, я надеюсь тот самый, тут окажется тот самый фрегат, который даст мне ресурсики, сейчас мы залетим на него, если мы будем залетать на экономические фрегаты, то есть которые специализируются на торговле, то мы будем получать, скажем, хроматический металл, который нам так часто нужен, а так в принципе спокойно можно садиться на эти самые фрегаты, то есть сейчас я попробую на них сесть, так, где у нас тут место для посадки, чтобы что видел, вот они, да, зеленый как раз горит, седаем таким вот образом, нас встречает командир, и так как это исследовательский корабль, он поможет нам провести сканирование, то есть каждый корабль нам может давать какие-то плюшки, вот этот нам дал местонахождение артефакта, то есть мы можем полететь за артефактом и сейчас спокойненько взять этот артефакт, поэтому неплохо так, это боевой корабль, то есть если мы сядем на боевой корабль, он нам даст что-то другое, или по-моему вообще ничего не даст, например, посмотрим, боевом корабле мы можем просто поприветствовать, по-моему ничего сделать больше ему не можем, такие вот дела, дорогие друзья, я надеюсь вам понравился данный ролик про фарм, возможно вы что-то новое видели в них в этом ролике, возможно что-то старое, но я считаю, что я постараюсь сделать всевозможные вообще кайды по заработку и не только по заработку, вообще по многому чему в данной игре, и также последний способ такого негласного заработка это нападать на этих самых пиратов, но для этого вам нужен какой-нибудь боевой истребитель, как у меня, например, ну и это способом заработка нельзя назвать, потому что на вас не все время нападают эти пираты, это незапланированная штука и по этой самой причине я бы не сказал, что это ценный и постоянный способ заработок. И самое последнее, чем я могу подытожить сегодняшнее видео, в этой игре нету панацеи, то есть в этой игре нету вида панацеи, потому как можно зарабатывать. Все эти методы, про которые я рассказывал, они в каком-то смысле хороши в комплексе, при том в комплексе в начале. То есть допустим, подобывали этих самых яиц заброшенных баз, когда нашли и наткнулись, то есть когда наткнулись, тогда и добываем, сканируем подряд все, воруем гравинные шары или выращиваем их и по мере вырастания растений крафтим дорогие ресурсы продаем и таким образом можно поднимать очень большие деньги, то есть на самом деле. Так что такие дела. С вами был Лорли Мурс, ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч дорогие друзья. Всем пока-пока.